Итак, друзья, переходим ко второй части работы с модификаторами и сейчас настроим панель быстрого доступа к этим самым модификаторам. Ну что ж, нажимаем на кнопку конфигурации сета модификаторов. Здесь у нас уже есть готовые пресеты, то есть из стандартных категорий модификаторов. Мы с вами нажимаем на кнопку Show Buttons, у нас появляется уже, скажем так, первый пресет. В данном случае это UV Coordinate Modifiers. И при переключении этих сетов у нас будут меняться модификаторы на наших кнопочках. Значит, для того, чтобы настроить пользовательский список модификаторов, мы нажимаем на самую первую кнопку Configure Modifier Sets. И здесь можно указать, да, то есть у нас вот они пресеты наши. Можем указать количество кнопок. Как только мы его указываем, у нас автоматически отсюда пропадает название пресета. И большой список модификаторов, находящийся слева, как раз нам позволит на каждую из кнопок назначить нужный нам модификат. Значит, для начала мы добавляем Edit Poly. Мы с ним знакомимся чуть позднее. Следующий модификатор это FFD. Далее возьмем 4х4х4. У нас дополнительный урок будет, который посвящен конкретно этому модификатору. Далее возьмем модификаторы Extrude. Это выдавливание, тоже вы с ним скоро познакомитесь. И модификатор Sweep. Найдем из списка. Далее выберем симметрию. Также нам достаточно часто нужен будет Turbosmooth в работе. Давайте добавим еще пару кнопок. Выберем модификатор Shell. Далее модификатор Pro Optimizer. И два последних. Это у нас будет модификатор UVW Map. Нам необходимо его здесь в списке найти. Да, кстати, когда будете искать модификатор UVW Map, не перепутайте с вот этим. Mapping.Add. Так. UVW XForm. Вот он UVW Map. И если у вас установлен плагин Floor Generator, который ставится отдельно, вы можете также закинуть и его. Ну и если нет, соответственно, можно пока этого не делать. Нажимаем ОК. А, да, прежде чем нажимать ОК, давайте подпишем. Например, мой список модификаторов. Нажмем Save. И теперь нажимаем ОК. Все. Теперь при выделении любого объекта у вас автоматически будут доступны кнопки для применения соответствующих модификаторов. То есть, например, выбираем Shell. И он сразу же применился. Далее только его настраиваем. Здесь важно обратить внимание на то, что некоторые модификаторы недоступны, как, например, Extrude и Sweet. Так как эти модификаторы применяются не к геометрии, а к сплайнам, которые мы с вами будем изучать в следующем уроке. Поэтому не переживайте. Все те модификаторы, которые мы с вами сюда добавили, мы каждый из них разберем отдельно. Ну что ж, на этом, в общем-то, и все. Не стесняйтесь, настраивайте свой список модификаторов. Может быть, вы планируете работать с другими модификаторами, поэтому можно не переживать добавить и их. Но пока что я вам буду рекомендовать вот такой вот список. Конечно, можно эти кнопки скрывать. И, как вы видите, знак больше. То есть, вот такая стрелочка показывает нам, какой сет модификаторов у нас выбран в данный момент. На этом все, друзья. До встречи в следующем уроке. До встречи в следующем уроке.